всем привет дорогие друзья снова с вами станислав на канале шустрый бум я держу пивной бокал внутри у меня лимонад но сегодня мы будем готовить не лимонад лимонад у меня на канале уже есть очень вкусный очень тонизирующий и охлаждающий а сегодня мы будем готовить очень вкусный обалденный и яркий насыщенный что мы будем готовить будем готовить сегодня свекольник у меня на огороде очень много уродило свеклы так что рецепт за мной а за вами лайк начнем готовить поехали первым делом нужно разобраться со свеклой свеклу можно отварить а можно отправить духовку я буду отправлять духовку беру фольгу заворачиваем все и отправляем в духовочку в духовке буду выпекать при температуре 180 градусов примерно час час десять обязательно свеклу перед этим хорошо промыли просушили и потом только отправляем фольгу отправил форму и отправляем духовочку свекла наша испеклась ровно час десять теперь через крупную крупную терку натрем всю нашу свеклу не знаю как вам а мне очень нравится именно свекла запеченная не вареная а именно запеченная намного слаще намного вкус намного у нее ярче чем у вареный свеклу перетерли и отправляем сразу в кастрюльку где уже будем готовить наш свекольник также понадобится нам три огурчика огурец буду нарезать кубиком кто хочет может также через крупную терку нарезать огурчик ну я вам скажу что огурчик через терку становится очень водянистым а кубиком сохраняет сохраняет свою целостность и в супчике смотрится намного интересней на первый взгляд огурчика кажется много но я люблю когда его реально очень много можете поставить чуть чуть меньше но один огурчик меньше также понадобится перья лука небольшой пучок нарезаем и так же отправляем в кастрюльку также понадобится небольшой пучок укропчика нарезаем и также отправляем в кастрюльку отварил четыре яйца вкрутую одно остальное для украшения а три нарезаем кубиком пополам и еще раз пополам вот таким образом нарезаемся яйца все и отправляем яйцо в кастрюльку перчим по вкусу и солим и заливаю все это кефиром регулируйте густоту уже на свое усмотрение в общем осталось только перемешать отправляя еще примерно 100 миллилитров холодной кипченой воды пробуем еще раз на вкус если не хватает соли добавляем еще соли чтобы перчимая соли бюкква Берем большую ложку и наслаждаемся вкусом. Вкуснотень. Обязательно к приготовлению пробуем, делимся, конечно же, с друзьями, комментируем. Ну и, конечно, кто не подписался на мой канал, подписываемся и не пропускаем новых интересных, вкусных и очень простых рецептов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok